Купава. Два цвета лент. Скручу ленту сильно разрезанный листик. Второй сделаю коротенький, плотный достаточно. Вполне достаточно. Здравствуйте все! Сегодня вторая программа из цикла растений с женскими именами. Вышивать мы станем также лентами, но сегодня растение у нас с прекрасным древним славянским именем Купава. И здесь тоже существуют два варианта возникновения этого имени. Кто-то говорит, что имя Купава дали потому цветку, что он цветет как раз в тот момент, когда на Руси празднуют праздник Ивана Купалы. А кто-то говорит, что все гораздо прозаичнее. Так называется цветок, потому что ему нравится расти в мокрых местах. Рядом в низинах, рядом с речками, на болотах. И второе его название Купальница. Для вышивки у меня сегодня опять же два цвета лент. Зеленые и желтые для цветка. И начну я опять со стебля. У меня совсем короткий отрезок ленты, 12 миллиметров, будет немного потолще стебель. И опять же не буду закреплять его нитками, как и в прошлый раз. Скручу ленту в трубочку и уведу наизнанку. Вот так. На этот раз я начну вышивку с листьев. И для листьев я нашла ленту компаньон практически такого же оттенка, как и широкую, только шириной 6 миллиметров. И листья у Купавы очень интересные. Они такие сильно разрезанные. Как нам это изобразить? Очень просто. При помощи нескольких стежков. Я беру, делаю первый стежок длиной примерно миллиметров 12. Ленточный стежок, подтягиваю его. Это у меня будет основная часть листа. Возвращаюсь к стеблю и практически в первой точке укола опять вывожу иглу. И немного в сторону от первого стежка делаю второй, только короче, значительно короче. Чуть ли не в три раза. Вот так. И опять же возвращаюсь к точке первого выхода. Для того, чтобы легко вывести ленту с иголкой, я иголку прокручиваю. И опять делаю стежок короче и в другую сторону от самого первого. Получится вот такой сильно разрезанный листик. Вот такие листья у Купальницы. Как я и сказала, для вышивки Купавы или Купальницы я буду использовать только зеленую и желтую ленту. Вот сейчас я возьму зеленую ленту гораздо светлее и вышью еще один листик другого оттенка. Как я вам много раз говорила, это нужно для того, чтобы придать больше реалистичности растению. И практически то же самое. Повторю, растение одно и то же и листики у него, естественно, похожие. Только на этот раз я ограничусь двумя стежками. Вот первый был длинный и второй сделаю коротенький. Вот так вниз направлю и подтяну так, чтобы он достаточно сильно скрутился. Вот так получится. Для вышивки цветка я использую вот такую ярко-желтую ленту шириной 12 миллиметров. Вообще, иногда этот цветок называют жарки. Он бывает от бледно-бежевого до оранжевого, ярко-оранжевого цвета. Но я выбрала желтый. И отступив немножечко, миллиметр три от окончания стебля, выведу ленту и сделаю очень свободный французский узелок. Прям очень свободный. Как это делать? Я вам уже показывала, повторю. Подхватываем иголкой ленту и уводим иглу через две ниточки от первой точки укола. И эту ленту мы не затягиваем. У меня получается очень свободный французский узелок. Практически видно даже ткань сквозь отверстие его. Это будет начало. Теперь рядышком из-под узелка я вывожу ленточку. Аккуратно, чтобы не затянуть узелок, подтягиваю. И увожу эту ленту, не прокалывая, прямым стежком, как ниткой, сразу в ткань через центр французского узелка. Вот здесь вот особенно важно, чтобы он был слабо затянутым. Это у нас будет первый стежок, первый лепесток. Опять же вывожу рядышком ленту, опять же из-под узелка, чтобы у меня эти стежки не отваливались. Расправляю ленточку и опять увожу наизнанку, опять через центр французского узелка. Здесь самая большая сложность попасть в то место, где поменьше переходов лент. Второй лепесток. Так как они дальние, их можно чуть-чуть сильнее подтянуть. И повторяю эти действия по кругу. Вывожу ленточку, расправляю, увожу наизнанку через французский узелок. Этот узелок у нас получается как бы набивкой. Он придает объем цветку. Третий. И ленту, иголку я вывожу достаточно близко от предыдущих стежков, чтобы у меня эти лепестки пересекались. Чтобы цветочек был плотный достаточно. И петли я тоже укладываю ровно. То есть вот в этом случае я слежу за тем, как идет лента. Я ее расправляю. Вот так. И мне осталось сделать последний пятый лепесток. Обратите внимание, те стежки, которые ближе ко мне, на переднем плане, я их совсем слабо подтягиваю, чтобы они были крупнее, чтобы цветок был красиво повернут. Первый этап вышивки цветка готов. Французский узелок и прямые стежки через этот французский узелок. А сейчас мы выполним второй этап вышивки этого интересного цветочка. Я опять же выведу ленту очень близко к французскому узелку, к центру. Вот так. Для того, чтобы лента вышла легче, я иголку покручу. Выведу, расправлю ленточку. И теперь смотрите, что я сделаю. Я ее уложу вот так. И с этой стороны проколю кромку. Очень рядом с кромкой получится вот такой перевернутый и развернутый ленточный стежок, перекрученный. Когда я подтяну ленточку, получится вот такой большой лепесток, обнимающий серединку. Следующий раз иголку я выведу чуть ли не на середине вот этого предыдущего стежка. Мы с вами делали подобное, когда вышивали розочку. И опять же разложу ленту вот таким образом, перекручу ее. И проколю ее, чтобы зафиксировать этот поворот ленточки, чтобы она не раскрылась. Подтяну. И еще раз выведу ленту примерно на середине, где-то на расстоянии одной трети от окончания лепестка. Опять разложу. И опять проколю ленточку возле кромки. И еще раз. У меня получается такой своеобразный стебельчатый шов. То есть я отступаю на какую-то часть предыдущего стежка, чтобы начать следующий. Вот так получилось. Полураскрытыми лепестками обнимается центр нераспустившиеся лепестки, закрытый. Очень красивый цветок, похожий на маленький пиончик или на маленькую розочку. У купавы или купальницы есть интересная особенность. Листья, которые растут на стебле, бесчерешковые. То есть они прям крепятся к стеблю. Почему? Потому что эти листья растут там, где будут расти цветы. Вот листок на основном стебле я пропущу. А сейчас я вышью небольшой стебелек возле второго листика. Почему? Я его и сделала всего из двух частей. Коротенький сделаю стебелек. Проколю ленту, чтобы зафиксировать в скрученном состоянии. Один всего стежочек вот такой сделаю. И сейчас мы с вами вышьем бутон этого цветка. Тоже очень интересно. Начну я так же. Немного отступлю от стебля. И тоже сделаю свободный французский узелок. Чуть-чуть, может быть, побольше его подтяну. Потому что у нас все-таки не раскрытый цветок, а бутон. И этот бутон я сейчас накрою несколькими ленточными стежками. Эти стежки я буду начинать уже у стебля, чтобы закрыть французский узелок. Вот так. Аккуратно подтяну ленточку, чтобы она красиво обняла узелок. И чтобы она красиво заострилась. С одной стороны и с другой стороны. И в данном случае вот этих вот двух стежков вполне достаточно. И для того, чтобы завершить вышивку бутона купала, мне останется сделать всего парочку стежков. И они будут выглядеть точно так же, как вот те обнимающие, которые были у большого стежка. Ой, у большого цветка. С одной стороны и с другой стороны. Видите, я близко от верхушки бутона начинаю стежок. Вывожу ленту. Изгибаю. Делаю изогнутый ленточный стежок. И прокалываю ленту. Вот так. Под цветком. И прокалываю только кромку этого цветка. Вот что у меня получилось. Такой очень насыщенный, крупный, практически круглый бутон купавы или купальницы. Мне очень нравится, что у нас сегодня получилось. Здорово, по-моему. В следующий раз мы с вами продолжим эту тему растения с женскими именами. А на сегодня все. До свидания. Благодарим сеть магазинов Леди Шарм за предоставленную ведущей одежду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...